Добрый вечер! Сегодня четверг, 6 августа, и в эфире программа Курзомского телевидения «Взгляд из Венсплесса. События, люди, мнение» в студии Ирина Нежина. Добрый вечер! Мы находимся сейчас в том месте, где примерно через полтора года будет находиться новый больничный корпус, в котором будет реабилитационный блок. Он находится на территории больницы, рядом с инфекционным и палеотивным отделением. И это здание будет соединено с этими двумя отделениями. Строительство планируют начать в самое ближайшее время. Процесс это сложный и включал в себя и этапроектирование, и строительные закупки, и получение всех документов на разрешение строительства. По словам Юрия Салаци, строительство реабилитационного центра начнется в августе. Это большое двухэтажное здание, неполные тысячи квадратных метров, и оно будет оборудовано всем тем, что необходимо для работы реабилитационного блока. Более подробно о зоне гидротерапии и о медицинском оборудовании рассказала Кристейна Пуреня, руководитель проекта «Эраф». Там у нас без ванн и без циркулярного душа будет бассейн для физиотерапевтических упражнений. И это в нашем проекте такая изюминка, совершенно уникальная для Латвии вещь. Это будет бассейн для выполнения упражнений с поднимающимся полом и стеклянной стеной, через которую врач-физиотерапевт сможет наблюдать за пациентом, как он двигается и корректировать его движение. Небольшой бассейн будет вмещать в себя 3-4 человека, и он предназначен для индивидуальной работы врача с пациентом. Регулировать пол бассейна можно будет под любого пациента, особенно это удобно для занятий с детьми. Двигающийся пол будет доставлен из Нидерландов, мы об этом решении уже знаем точно. Другие медицинские технологии, а это и тренажеры, и ванны, будут отдельно закупаться. На данный момент наши специалисты по закупкам в сотрудничестве со специалистами отделения обновляют список нужного оборудования. Мы смотрим, не появилось ли чего-то нового, потому что мы хотим выбрать самое современное и лучшее оборудование для наших пациентов. Также в новом здании будет находиться большой и вместительный зал физиотерапии с тренажерами, соляная комната, массажные кабинеты и процедурные. Планируется, что в здании также будет находиться помещение виртуальной реальности, где с помощью проекторов на стенах и на полу будут проецироваться различные игровые картинки и фильмы, при помощи которых пациенты смогут тренировать движения поврежденных рук или ног. Больница будет предлагать самый широкий спектр медицинских услуг, в том числе и дневной стационар. В дневном стационаре будет 9 койко-мест. Поскольку дневной стационар необходим не всем пациентам, будет большое помещение и для отдыха. Пациенты смогут выбирать. И в связи с этим у нас будет возможность обслуживать большее количество пациентов. Открытие нового здания реабилитационного блока – это еще один шаг в планомерном развитии и улучшении качества предлагаемых услуг Северокурзамской региональной больницы. Это и новые рабочие места, и уменьшение очереди пациентов на услуги реабилитации. На сегодняшний день мы предлагаем реабилитацию как амбулаторную, так и в дневном стационаре. Но принимая во внимание, что в нашей больнице не было специального отдельного реабилитационного блока, предоставление этих услуг было осложнено. И поэтому этот проект так важен и для пациентов, и для больницы в плане ее дальнейшего развития. В соответствии с подписанным договором, реабилитационный центр Северокурзамской региональной больницы будет сдан осенью следующего года. И параллельно будут проводиться работы по установке необходимого для центра медицинского оборудования. Так что в 2022 году центр полноценно уже начнет работать. В пансионате Селга уже четвертый год подряд проходят спортивные состязания. Как всегда, организаторы Венсплский клуб «Марафон» придумал для сеньоров интересные состязания, которые им по силам. В этот день это были упражнения на дыхание, координацию, на ловкость и сообразительность. Все началось с общей зарядки. Выполняли движения кто как может. Игры будут на проявление координации, творчества, кто на что способен. Мне доставляет радость, что сеньорам нравится двигаться. Казалось бы, ничего особенно сложного сеньорам не предложили. Но для людей в почтенном возрасте даже ветер может стать серьезным препятствием для достижения хорошего результата. Иверс, живущий в пансионате два года, пытался на бадминтонной ракетке удержать шарик. Это ему удалось, но не сразу. И все равно у мужчины хорошее настроение. Как вы оцениваете эти спортивные игры? Очень, очень они не нужны. Необходимо шевелиться. А во время пандемии все сидели в комнатах. Это было сложно. А сейчас все возможно снова. Поэтому мне сегодня нравится. Спортивные состязания были разными. Поэтому участники передвигались от одного конкурса к другому с большим удовольствием. Лариса живет в пансионате всего три месяца. Говорит, сдружилась с женщинами своего возраста, которые ходят на занятия физкультурой. Вместе пришли и на спортивные игры. Лариса пыталась дуть в трубочку, чтобы мячик прошел через все препятствия. Но ей это не всегда удавалось. Опять мешал ветер. У меня больное колено. Конечно, первый. Но я делаю каждый день физкультуру сама. И меня наша физкультурница попросила участвовать в этой игре. Ну, я и пришла. Не все выходит, потому что ветер сильный очень. Если бы не было ветра, может, был бы и лучший результат. Моторик Урук прекрасно развивает состязания на изготовлении бумажных самолетиков, которые затем надо пустить в полет как можно дальше. Кидание шариков в кегли тоже требует сосредоточенности и меткости. В этом году спортивные соревнования в пансионате Селга проходили несколько иначе. Различия есть. Нам надо соблюдать все меры предосторожности, которые сейчас есть в связи с пандемией. Поэтому не будет традиционного торта, который мы каждый год привозим. И в конце игр мы его вместе разрезали. Но мы не только приезжаем состязаться, а чтобы весело и вместе провести свободное время. Конечно, всех этих людей можно смело назвать победителями, ибо жизнь – это всегда движение вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выступление польской пианистки и композитора Ханны Марии Ранишевской или же Ханны Ярани в Латвии было запланировано на весну этого года. Но, к сожалению, из-за вируса и последовавших за ним ограничений в нашей стране и мире оно было перенесено на более позднее время. И вот во время празднования Дня города Ханны Ярани дала в концертном зале Латвия концерты на инструменте 470 и созданном фортепианных дел мастером Давидом Клявиншем. Это первый приезд пианистки в Латвии и в Венспилс, и она в восхищении от нашей природы, пляжей и моря. Я чувствую себя здесь великолепно. Я родилась на берегу Балтийского моря, в Польше, в Гданьске. И это место похоже на то, где я родилась, но, может, оно более нетронутое, более дикое. И мне здесь действительно нравится. Ханны Ярани – одна из немногих пианистов, у которых уже была возможность познакомиться с инструментами, созданными Давидом Клявиншем. Незадолго до того, как младший брат венсполского фортепиано прибыл в студию Нила Фрама в Берлине, она смогла прикоснуться к нему и услышать его звучание в мастерской мастера в Венгрии. И вот, наконец, состоялась еще одна встреча с этим удивительным инструментом, но уже в венспилсе. Это особенный инструмент, и я уже встречалась с инструментом Давида Клявинша. Я играла на нем в студии в Венгрии, оно было немного меньше, но такое же, как здесь. Это тип М450, и это было три года тому назад. Я знаю, что можно от него ожидать, но он, конечно, здесь больше и находится в зале. В мае этого года она выпустила новый студийный альбом «Home». После его выхода пришло признание как одного из самых известных музыкантов-авторов своего поколения. География выступлений пианистки охватывает самые престижные концертные площадки Европы. От Национальной филармонии в Варшаве и Функхаус в Берлине до Раундхаус в Лондоне. Ханья много путешествует, но у нее есть особые места, которые вдохновляют ее на написание новых музыкальных произведений. Это и ее любимая Варшава, и Берлин, и исландские пейзажи. Возможно, Венспилс тоже станет таким местом и вдохновит композитора на новые музыкальные темы. Латвийский Олимпийский комитет Между тем, она планировала участвовать в Олимпийских играх в Токио. Венспилчанка в своей весовой категории до 59 килограммов дважды становилась чемпионкой Европы, а на мировых чемпионатах два раза занимала почетное третье место. Еще в начале этого года ничто не свидетельствовало о том, что спортсменка изменит свои планы. Я допускаю, что конечный результат может быть не таким, с которым я хотела бы остаться – уйти из спорта. Возможно, я захочу чего-то большего, и я была бы рада подготовиться и к следующей Олимпиаде, которая будет в 2024 году, и это будет ближайшей целью. Венспилчанка Ребекка Кох весной этого года рассказала о помолвке с метателем диска из Катара, Маазом, Мохамедом и Брагимом. А 27 июля она заявила о переходе в ислам, поэтому отказалась публично демонстрировать свое тело. У нее, к тому же, появились серьезные проблемы со здоровьем. Травмированы оба колена, которые при большой нагрузке начинают сильно болеть. 8 августа в субботу Украинское общество «Латвия Кобзарь» приглашает всех на свой праздник. Уже с 11 утра на рыночной площади в Старом городе венспилчанам и гостям города предложат принять участие в художественном конкурсе «Нарисуй свою коровку». Затем выставка рисунков. Гурманам предлагаем посмотреть, как варится в больших котлах на огне настоящий украинский борщ по бабушкиным рецептам, который приготовят профессиональные повара. Затем дегустация для вегетарианцев «Особый суп без мяса». Здесь же на рыночной площади в украинском уголке можно будет увидеть выставку национальных нарядах вышитых полотенец. Состоится мастер-класс по завязыванию платков. Пройдут различные игры, в том числе желающие смогут увидеть стрельбу из лука так называемыми «мягкими стрелами». А с 16 до 17.30 в детском городке состоится заключительный концерт Дня украинской культуры венспилсе. Участвуют ансамбль «Мрие», гости из Эстонии и многие другие исполнители. Вход на все мероприятия бесплатный. Дни культуры Украины поддерживает венспилская городская дума. Редактор субтитров А.Семкин